Добрый вечер! 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 совместить именно путешествия. Понравилось то, что там были такие условия, что мы не были привязаны к какому-то одного места. У нас были постоянные экскурсии, нас возили в интересные места. То есть мы приезжали, нам давали какое-то время там погулять, порисовать. И, в общем, была интересная тема, именно путешествовать, посмотреть и как-то более в таких полудиких что ли условиях. Ваши работы мы обязательно увидим чуть позже в нашем материале, потому что съемочной группе удалось побывать на этой выставке. Но вот скажите, наверное, все-таки каждый из вас изобразил Крым по-своему. Вот как вы его лично восприняли, так, я думаю, и передали любителям искусства. Вот что для вас, для каждого из вас было важно передать? Чем запомнится Крым на всю жизнь? Кать? Ну, мне как и Крым, так и Кавказ запоминается конкретно горами, потому что в отличие от Пелагеи и Паши, я не так люблю море. Хотя, наверное, тоже. А почему-то в России, кстати. Я тоже люблю море, но горы вызывают у меня наибольший трепет, потому что это огромные массивы, высокие, с снежными шапками. И цель моя именно поездка в Крым была, конечно, показать, какие разные горы бывают. То есть я на Кавказе была и рисовала горы, и какие абсолютно другие сухие, дикие, может быть, в какой-то степени колючие горы Крыма могут быть мягкими, если их изобразить, там, если, например, с долины на них смотреть, такое ощущение, что они буквально плюшевые, какой может быть разнообразный по цвету. Вот Крым мне нравится тем, что Кавказ, он более такой насыщенный зеленым цветом, голубым цветом, а Крым больше оранжевым, желтым, насыщенно голубым, таким декоративным. И я хочу сказать, что по своему характеру я человек, любящий яркие цвета, яркие краски, поэтому Крым меня именно впечатлил и вдохновил своей такой декоративной яркостью, сочностью цвета, что я поняла, почему в Крыму люди такие добрые, такие улыбчивые и позитивно настроены, несмотря на то, что жить в Крыму, вот жизни в Крыму, если говорить про экономику, очень трудно. Но люди там настолько светло смотрят в будущее, скорее всего, благодаря вот этой великолепной, радостной природе. И цель, да, вот моей конкретно поездки, рисования было принести нам как-то в Москву, да, вот в этот мегаполис постоянно, где крутятся с делами люди, сидят в метро угрюм и едут на работу, с работы, чтобы они могли прийти на выставку, да, и увидеть, что жизнь прекрасна даже в тех трудных условиях, да, которые могут гораздо даже более трудные, да, что Москва на самом деле, она тоже может быть такой же улыбчивой, теплой и красивой. И главное, все зависит от нас, то, как мы смотрим. Павел, согласны с Екатериной? Совершенно согласен, да, с этим делом. Тоже выбрали яркие цвета для своих картин? Ну, у меня был такой немножко эксперимент, то, что, в принципе, я рисую совсем не в таком ярком, прям, стиле, который был представлен на этой выставке. И я для себя очень интересную вещь обнаружил, что, попав в Крым, вот именно вот эти вот такие радостные вот условия, там, яркие краски, вот такое тепло. И, в общем, тоже начал рисовать такие вот радостные, веселые вещи, которые, в принципе, были представлены на этой выставке. То есть, к темному краску рука не тянулось? Да, как раз пришел такой вывод, почему, допустим, норвежские художники, они вот рисуют такие мрачные всякие вещи. И, допустим, художники итальянские, которые как раз вот именно вот возрождение и все остальное. Вот. И вот я думаю, что отчасти вот этот климат, природа, ну, не только Крым, а в частности вот южная, там, где вот мягкий климат, солнце, куча фруктов, там, всего остального, конечно, располагает позитивное творчество. Да, Пелагия, а вы, я знаю, и одна из, насколько я знаю, одна из художников, представленных на выставке, изображали на картинах и людей. Да. Я привезла из Крыма очень много эскизов, по которым, в том числе, дома я создавала крупные полотна, на которых мне хотелось изобразить моих близких друзей. Вот. В частности, я изображала себя, свою подругу, там, и еще одну свою подругу. Вот. Для меня Крым это место, где человек напитывается творческой энергией для вообще любого творчества, то есть, независимо от его направления, как сказал Павел, то есть, вне зависимости от направленности творчества, у Павла, в частности, творчества не совсем реализма, все реализмом занимается, вот, но мы с ним в Крым ездили два раза и с удовольствием поедем, поедем еще раз с нашей творческой командой. А это первая была совместная поездка, либо уже были прецеденты? Ну, до этого мы ездили вот с Катей, ездили на Кавказ, еще как раз тоже горы рисовали, вот. Здесь, я думаю, вы нашли друг друга, да, в некой мрачности, хотя бы отчасти. в принципе, да. Потом, вот мы в прошлом году ездили как раз всем составом, в этом году я уже не ездил, у меня там другие были дела, но вот, так вот, я думаю, что в следующем году мы поедем опять полную группу, что называется. А какие идеи, куда поехать? Ну, я думаю, что поедем на то же место, может, там просто оставим вещи, покатаемся по окрестностям, возьмем свою палатку там и еще больше, так сказать, следуем местности. А как это все происходит? Вот вы приезжаете, да, каждый берет полотно, идет, чтобы побыть в одиночестве и порисовать, да, пописать картины, либо наоборот, это какое-то совместное действие, где вы, может быть, играя даже в какой-то степени, пишете картины. Вот расскажите, как в вашем случае все это происходит? Ну, в нашем случае, конечно, в первую очередь, да, это было привязано, вначале мы ходили группы, потому что, как Павел рассказывал, нас возили на экскурсии, то есть не только наша группа, но и художники из других городов были, а потом после экскурсии начиналась свободная программа, и каждый выбирал, но так как мы, наша группа, больше художников-экстремалов, и мы любим походный образ жизни, то, например, в этом году мы экспериментировали, брали палатку, например, ездили на два дня к Белой Скале, спали, значит, у нас получается одна ночь, рисовали все вместе, но, разумеется, Белая Скала, это не какой-то маленький кусочек, это огромная территория, и каждый выбирал свой интересный объект, но я считаю, что чем больше мест, изображаемые абсолютно разных, тем интереснее будет выглядеть и выставка. Я думаю, вы сейчас разбились, стереотип все-таки, по мнению большинства, обывателей, художник, это человек, который чаще всего замкнут в себе, сосредоточен на себе, может быть, любит уединение, а у вас такой, правда, походный вариант, это к этому в институте еще приучились, ребята? В институтах у нас, конечно же, были полинэры, на Истре, на реке Истре, там от института у нас есть целый домик, такой двухэтажный, и там мы тоже все вместе были, почти вместе, без Павла, вот, тоже мы там творили. Павел все время, я поняла. Ну, Павел туда приезжал, да, мы тоже там творили, то есть как-то по настроению, мы могли договариваться, договариваться, ходить вместе, писать, а могли поодиночке, вот. Интересно, чем занимаетесь сейчас, какое творческое направление выбрали после окончания института, как все сложилось, и, конечно, по какому пути хотите идти дальше? Кто начнет? Ну, вот, Павел, давайте с вас, потому что вы уже отчасти, да, сказали, что сейчас предпочитаете, да. Ну, я сейчас, как бы, нахожусь опять на севере, опять, преимущественно занимаюсь, да, мрачным творчеством, вот. Сейчас вот мы делаем, собираемся делать проект один, будем спускаться в пещеру и делать там выставку, посвященную человеческим фобиям и страхам, то есть там, начиная от, будут всякие страшные какие-то изображения, потом будет сниматься клип, какая-то музыка будет, будем там записывать, вот. Поэтому, как бы, творческий процесс, он не останавливается, он идет дальше, а будет ли это, будет и световое творчество. А почему больше мрачного, Павел? Можно сказать, что это некое высвобождение, да, вот себя самого, ну, когда вы пишете картины, легче становится, может быть, избавляетесь от каких-то негативных, да, сторон, которые вам, ну, в данный момент, да, кто-то разозлил, не знаю, раздражает. Можно сказать, что на бумаге вы все выплескиваете? Вполне возможно. Есть же такие, даже официальная такая терапия, что вот людей там, как бы, садят за мольберты, они там что-то рисуют. И в итоге там, ну, как-то стресс снимают еще как-то в таком духе. Вот. Мне просто нравится такая вещь, я даже не ставлю такую-то, какую-то цель, там, что-то снимать, какой-то стресс или как-то. Ну, просто как-то вот идет и получаю удовольствие от того, что делаю. Я даже знаю, что вы картину свою выставляли в той же библиотеке, да, 220? Да, мы там делали выставку. Как узнал Завет, еще ей сложно было на это решиться, честно говоря. Как все-таки удалось уговорить? Ну, как-то мы показали какие-то работы, ну, естественно, не все, наверное, какие-то могли были представлены. Потом выяснилось, когда что-то повесили, выяснилось, что стены еще остались пустые. Мы довезли там еще некоторые вещи, которые оказались немножко больше за гранью того, что можно было там выставить. И в итоге там даже эту выставку потом прикрыли раньше времени, потому что подумали, что это не совсем соответственно, может быть, статусу этого выставочного зала. А так, в принципе, в моей работе они выставляются в основном в таких залах, типа как вот, ну, которые больше заточены под современное искусство. Это типа винзавода, там потом вот много всяких залов, которые вот именно заточены на этом. Солян. Ну, сейчас достаточно много, да, мне кажется. Да, Пелаги, если говорить о вашем творчестве, в каком направлении вы двигаетесь? Я расширяю свои умения, навыки по части рисования портретов людей. Мне очень нравятся люди. Вы это поняли. Да. Даже по выставке. Так, а еще? Какие у меня планы на будущее? Да? Ну, вот, на будущее у меня будет персональная выставка в апреле, в основном портретная. А в марте мы с нашей творческой командой еще раз будем выставлять картины по крымской теме в другой зале. В другом зале, да? И эти будут картины? Еще какие-то? Возможно, мы выставим то, что не выставили в этот раз. Мы поменяем какие-то картины. Вот. Да, Екатерина, я вас не могу спросить. Не могу не спросить, простите, да. Ну, у меня, значит, два направления творчества. Первое, конечно, это реализм, потому что тоже училась я в том же институте, где и училась Пелагея. Второе, реализм, вообще-то, как бы, самое основное направление, потому что я считаю, что оно более понятно для большего широкого круга людей. Но второе мое направление мне более близкое, да, как и у Павла. Оно тоже связано с внутренним состоянием человека, но в отличие от Павла я не изображаю что-то темное, потому что считаю, что у нас и так много трудностей в жизни, темных моментов, и что всегда нужно взывать к свету. Я изображаю внутреннее состояние людей, которые могут быть либо негативными, либо тяжелыми, и как из них выйти. А вот, кстати, вечный вопрос, должен ли художник соответствовать, скажем, пожеланиям, большинства? Вот вы, если будет перед вами выбор, делать то, что хочет масса, так скажем, либо то, что интересно вам, что выберете, насколько вообще сложно сделать этот выбор? Ну, не знаю, как другие, но я никогда не считала, что коммерческий аспект является главным в искусстве. Я вообще считаю, что за деньги искусство не купишь. я больше ориентируюсь на то, что рисовать то, что нравится мне, и то, как я вижу, как это может помочь людям. А уже человек со своим собственным мнением выбирает, хочет он это смотреть, хочет он это покупать. Но, в принципе, у меня как бы девиз не продавать свои работы, потому что, когда человек покупает работу, он вешает у себя дома, никто ее больше не видит. Я больше направляю свое творчество, чтобы его видели как можно больше людей, поэтому считаю, что изображать мир так, как видит художник, более правильно, чем так, как изображать так, как хотят видеть это покупатели. Потому что это уже коммерческое искусство, это не правда. Павел, для вас? Я всегда рисовал, не только это вообще творил, именно то, что считаю, для себя, то, что мне нравится, а в итоге, ну, каким-то людям нравится, каким-то не нравится, это уже как бы их выбор. И я считаю, что человек должен быть свободен в выборе своего творчества, потому что иначе это превращается в обычную работу, которую, ну, то есть ты ходишь, там, делаешь то, что тебе нужно, и, ну, думаю, что не всегда получаешь удовольствие. Но удается соблюдать эту свободу? Ну, в принципе, удается. Вот, главное, чтобы гармония с самим собой, то есть, если она есть, в принципе, все хорошо. Согласна. Иоги, Вашина. Да, я полностью соглашусь с Павлом на ту тему, что гармония в самом себе это самое главное, что должно быть вообще, ну, в душе не только художника, а любого человека. Вот, я считаю, что компонент творчества, он присущ не только художнику, а любому человеку, который занимается вообще каким-то ни было делом, связанным или даже не связанным с людьми. для меня то, что делаю я, мне нравится делать что-то приятное для других людей, и поэтому я не считаю, немножко, в отличие от Катерины, то есть, я соглашаюсь с ней во многом, кроме того, что все-таки творчество, на мой взгляд, должно продаваться. Почему? Потому что, если человек покупает, он делает себе что-то приятное. Мне нравится делать другим людям приятное, я от этого получаю гармонию в собственной душе. Наверное, именно поэтому выбрали портрет. Наверное, именно поэтому. Спасибо вам огромное, и удачи вам в вашем творчестве, и приходите снова к нам, чтобы продолжить эту беседу. Я напомню нашим телезрительным, что в вечерней программе сегодня у нас в гостях были Павел Ляхов, Екатерина Апалькова, и Пелагия Звездная, это художники, чьи картины вы можете увидеть в библиотеке номер 227, где сейчас представлена выставка пейзажа Крыма. Спасибо вам, ребят, удачи. И также напомню, что программа не заканчивается, не переключайтесь к нам. Буквально через пару минут присоединятся Татьяна Дмитриева и Оксана Мелешина. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть как раз тот самый репортаж из библиотеки. Давайте посмотрим. Поездка в Крым в 2008 году для молодых художников Москвы стала не только местом для знакомств и приятного времяпрепровождения, но и поводом для продолжения творческого сотрудничества. Один из таких примеров это выставка пейзажа Крыма, которую ребята решили организовать в библиотеке номер 227, что в районе Восточная Дегунина. Работают они в разных жанрах. Это и маслом пишут, и акварелью, и пастелью. Это и рисунки старого Крыма. Такие города как Судак, Феодосия, Керчь. Девять художников, большинство из которых являются жителями Северного округа, представили Крым совершенно по-разному. Для кого-то это красивые пейзажи, где отображены милые домики, конечно, море, пляж, а для кого-то Крым – это его цветочное богатство. Мне сказали, что зачем бешить розы? Зачем? Или там цветы фибетовки. Это можно нарисовать где угодно. А я подумала, что все-таки Крым – это в основном необычная такая вот цветущая страна, где замечательные просто растут, предрастают растения, и там так тепло, и такой воздух, и все это насыщено вот именно этими ароматами. А вот Пелагея Звездная, пожалуй, одна из немногих художников, по крайней мере, на этой выставке, кто в таких потрясающих по своей красоте местах продолжает изображать людей. Может, именно благодаря этому девушка старается донести до почитателей искусства то состояние, которое знакомо лишь тем, кто был в Крыму. Я сейчас работаю в основном над созданием разных портретов людей в разных ситуациях и в разных настроениях. В том числе в Крыму я видела самые моменты, которые мне запомнились. Мне очень понравилось место Меганом и я всячески решила его в общем обработать и выставила здесь все-таки больше законченные свои произведения и тюдные я не стала здесь вставлять. Для Павла Ляхова Крым открыл новые возможности для творчества. Именно там юноша решил поэкспериментировать и впервые не пользовался белой краской. Результатом остался доволен. Белый цвет он немножко краски делает более блеклыми. Ну пришло попробовать вместо него заменить там допустим желтые какие-то серые оттенки. Результатом довольны? Ну вполне интересно. Будете продолжать? Продолжаете уже? Ну на самом деле это как бы касалось именно того места того времени и это подходило. А так тут нет такой аксиомы точной, что вот именно так надо всегда делать. Выставка молодых художников пейзажа Крыма будет проходить в библиотеке номер 227 до 12 февраля. Для тех, кто был в этом удивительном месте это возможность вернуться туда снова по крайней мере душой. Ну а тот, кто не был обязательно захочет провести очередной свой отпуск именно в Крыму. Ольга Вопилова, Яна Каледина, телевидение Северного округа. Еще раз добрый вечер всем, кто присоединяется к нашей беседе. Ну а в этой студии у нас изменились гости, но тем не менее это также участники выставки пейзажа Крыма Татьяна Дмитриева добрый вечер Татьяна, а также Оксана Милешина добрый вечер Оксана. Оксана, Татьяна, вот как вам кажется, чем хороша атмосфера такой библиотеки как библиотека 227? Вот почему выбрали именно эту библиотеку? Как вам кажется, насколько атмосфера в этой библиотеке отличается от скажем какого-нибудь другого центра, где можно было но я думаю, что там очень открытая атмосфера и как бы администрация она очень приветствует эти выставки молодежные выставки и нас уже там не раз принимали и очень как бы мы довольны тем, что мы там вставляемся. Оксана, с вашей точки зрения? Я полностью согласна с Таней, потому что я вставляюсь там в первый раз, поэтому я пока еще, наверное, не имею такой большой опыт какой-то в выставке, поэтому, чтобы сравнивать да, поэтому пока соглашусь Но вы также учились вместе с ребятами насколько я понимаю нет, как Павел уже сказал мы вместе встретились в Крыму собственно два года назад там было такое мероприятие как международный художественный лагерь что он себя представлял это под Феодосией не в самом центре где очень большое скопление народу и Феодосия это очень такой крупный город а в пригороде Феодосия на турбазе Коронелли кстати, делала маленькую рекламу очень замечательную турбазу мы очень довольны потом мы снова туда приезжали и планируем еще приехать так вот в Коронелли был организован художественный лагерь почему он был международный? поскольку люди были не только из Москвы как и из Белоруссии из Украины и даже из Литвы и из Швеции в этом году приехали люди так вот люди с разных мест были объединены одной целью не просто отдохнуть отдохнуть на море отдохнуть скажем так тупо отдохнуть в какой-то цели то есть такой был организованный отдых и такой очень наполненный то есть люди приезжали рисовать кто рисовал кто учился кто уже закончил кто просто хотел попробовать свои силы были из разных городов вообще России Тулом, Муром и другие много городов то есть трудно перечислять и мы все приехали там встретились я в принципе их знала первый раз а для чего вы приехали тоже для того же рисовать я даже был художественный лагерь там были организованы пленеры и люди не то что цель была цель была не только отдохнуть а все ездили приехали туда рисовать рисовать Феодосию рисовать Крым кто-то был в Крыму первый раз как я вот и мы тут же быстро все перезнакомились и честно говоря очень замечательно провели время поскольку все те кто вот Московская наша компания мы общаемся до сих пор там все два года мы поддерживаем отношения с другими людьми из других городов сейчас есть интернет слава богу то есть те кто из Минска нас зовут Минск из Одессы нас зовут в Одессу из Киева в Киев как хорошо к нам на выставку приезжают из Тулы выставляются из Мурома то есть и даже люди из Швеции тоже звали туда к себе рисовать и это очень здорово мы надеемся в следующем году тоже приехать и тоже встретиться с ними же вот и чем еще такой полезен отдых то есть до этого я могу продолжить да конечно вопрос обычно я отдыхала на многих югах из Сочи, Анапы и другие места и всегда отдых сводился к тому там кафе море море кафе через три дня полежать в номер бассейн да ты начинаешь просто тупеть и деградировать тут же все было абсолютно по-другому кстати я имею ввиду и заграничная тоже юга на которых я достаточно много была тут было абсолютно по-другому тут отдых был настолько наполненный то есть ни один день не проходил так же каждый день был разный хотя мы были два раза и каждый раз я была по месяцу то есть за это время можно было с ума сойти тут наоборот нам все время чего-то не хватало мы каждый раз ехали куда-то то есть мы ездили в разные города мы объехали всю Украину ну не почти всю мы были в разных местах именно с определенной целью рисовать брали свою палатку спальники ездили на пленеры у каждого разная техника у Танечка пьешь так варель у Катя пастелью многим маслом кто-то темперой вот и столько красиво оказалось в Крыму он настолько потрясающий что осмотреть все это не хватило возможности как-то ощутить проникнуться этим и каждый день у нас всегда были какие-то планы в этот день мы едем туда завтра мы едем туда когда нам удавались редкие дни полежать на солнце это было ну просто счастье боже мой мы отдыхаем мы купаемся это нечто мы в воде вот и этим самым мы очень запомнилась потому что настолько наполненный как я уже говорила отдых он такой сейчас редкий и так сейчас это здорово оказалось не хватает да-да-да-да Татьяна да ощущение такое же осталось да вот я вот вспоминаю тоже поездку сейчас и именно вот эта выставка возродила эти ощущения вот в основном мне очень понравилось в центре полуострова то есть когда мы ездили именно на поездки в поездки именно рисовать где-нибудь на водопадах или монастыри или вот допустим Краснокаменка там вот очень интересно было то есть вот как мы так вот выбирались созвал бы условиях довольно сложных, потому что добраться, допустим, среди такой жары, уехать от моря очень тяжело, потому что море, оно все-таки хорошо около моря находиться и не хочется выезжать. Но именно цель рисовать была, поэтому, в общем-то, мы и ездили, ехали вот именно с этой целью, поэтому мы вот боролись, можно сказать, с собой и выезжали в такие вот места, да? Труднодоступные. Да, труднодоступные, но тем не менее там настолько природа такая удивительная, и вот этот воздух, и вот эти замечательные просторы, допустим, если мы забирались на какие-то горные вершины или холмы, открывались прекрасные виды, мы их запечатлевали в своих полотнах. Что могут увидеть сейчас наши телезрители на выставке, правильно? Скажите, я задавала ребятам этот вопрос, интересно и у вас спросить, что вам прежде всего хотелось передать в картинах? Вот какое ощущение Крыма осталось? Татьяна? Ну вот, я все-таки хотела вот именно передать вот этот замечательный полуостров, как цветущий Крым, вот именно с своими прекрасными цветами, деревьями, необычными растениями, бабочками, насекомыми, воздухом, биящими ароматами, которые просто, вот гуляешь по полям Крыма, где-то, где-то вот именно в центральном Крыму, да, вот Чаттердак, вот плато или где-нибудь, Алуштинская долина, очень красивое место, и пленяет вот не только вот вид вот этих прекрасных долин, прекрасных цветов, вот или вишен цветущих, но и вот именно воздух, который наполняется этими замечательными звуками, даже птицы поют, вот как птицы поют в мае, вот если поехать в Крым, в мае, вот. Вы так рассказываете, что сразу хочется панили, да? Они были в Крыму, да, просто ездили тоже, да, путешествия всегда. Да, Оксана, а для вас, что вам хотелось? Ну, я хотелось, прежде всего, первых, просто сказать, о том, мы, как я говорила, ездили по всему Крыму, но жили под Феодосией, как я сказала, в бутербазе Коронелли, и Феодосия – это такой микромир отдельный просто, такой замечательный город, то есть поселки Коктебель, Арджиникидзе, Приморск – это поселки, Феодосия – это город, город старый, у него своя история, и в Феодосии, мне кажется, ну, можно по одной Феодосии просто гулять, то есть одних точек для рисования, да, обзорных каких-то, полинерных очень много, вот, и там, мне кажется, настолько для человека, человек, мне кажется, должен как-то развиваться, каждый отдых, каждый путь, он должен чему-то идти, да, что-то смотреть, что-то понимать, и Феодосия – это просто, ну, просто неопаханное поле для человека, какого-то даже для интеллектуального труда, потому что это городок, он подстроен в конце 19-го года.